Близко к Лейтовому, да, с течением времени она становится всё сильнее и сильнее. У них есть Лисин, который прекрасный чемпион. Наконец-то мы сможем посмотреть, за что же его банят. Неужели из-за, собственно, последних его небольших переделок в патче последнем? Также появляется Ирелия, Камилой отвечают ребята из Риксов. Продолжается фаз банов. Уходит в бан Рейкон, уходит в бан Шая. Разделили сладкую парочку. Разделили сладкую парочку, но, тем не менее, они оба остаются на скамейке запасных. Есть ещё по одному бану, который можно применить. Поэтому будем наблюдать. Лулу уже есть в бане. Возможно, забанят ещё какого-нибудь саппорта. Возможно, какого-то такого прям очень мощного, у которого очень много контроля. И это Серафина. Да, на ней сложно иногда попадать кнопочками, но если всё-таки она попала, то текай с села, как говорится. Не соглашусь, потому что на Серафине прям очень сложно попадать кнопочкой, особенно ультой. Ну, знаешь, если ты бросаешь их издалека, то у тебя буквально такое временное окно есть. Одна, две, три секунды, чтобы ты успел как-то передвинуться. Да, если она там из кустов тебя пуляет ультой, то там, конечно, готовься вложиться до стену, если, конечно, тебе соперник успеет даст это время. Ну, Серафина неприятный, покучий чемпион. Самое противное, наверное, что у неё существует, это её ульта, которая, задевая союзников, увеличивается вдвое. Собственно, превращается в такой прям ковёр. Большой, знаешь, как в мультике эти ковры-самолёт такие... Вовсе-то примерно такое превращается её ульта, поэтому не скажу сразу, зачем Кроукраут её забанили. Собственно, почему они решили, что вдруг она здесь будет использоваться? Тебе нужно посмотреть, наверное, повнимательнее на то, что пиковый Рикс. Нет, всё равно пока что не... Пока что я вижу, что очень много сигнатурных, очень всё-таки много сигнатурных чемпионов забанили, да. Вы сможете, если бы, вот эти вот респект баны, хотя почему-то не банили сегодня в первой игре. Посмотри, Кравда опять же берут Орианну. Это типа задел на лид-гейм, да, они пикнули Фиору, которая будет сплитпушить, Лисин, который должен оформлять раннюю игру, ну и, в принципе, Ирэля, которая после получения ультимейта превращается в киллинг-машин, как говорится. Машину, которая истребляет вообще всё дикое ущелье, тем временем Рикс Джи отвечает Сеной и Брэндом. Связочка, именно в плане тимфайтов, опять снова, отдаю моё почтение Рикс Джи, получилось у них прям великолепно. То есть, Тарик Брэнда, который будет скакать в тимфайте, Сена, который опять будет давать щиты и контроль, Камила, которая может быстро поймать какую-нибудь цель, только они уже забрали Камилу, и при этом всё это ещё заправлено Казиксом, который, если не дай бог, поймает кого-нибудь. Видите, дамы и господа, начался второй матч серии Бо-3 между командами Краукраут и Рикс Джи Джи. Рикс Джи Джи теперь у нас занимает синюю сторону, а Краукраут тем временем красную, естественно. Видимо, что опять никаких ранних инвейдов, никаких ранних драк. Скорее всего, не будет тут поздоровалась, так скажем, Фиора с Камилой, и... Да, немножко посадить ещё могут, но Камила дают автоатаку, сразу срубает посевочку, и дальше продолжать с ней вести какие-нибудь переговоры, конечно, неразумно. Да, с ней вообще, в принципе, неразумно вести сейчас переговоры, потому что, как бы, лисину нужно начать лес фармить, ему не до встречи с той же самой Камилой. Всё-таки у лесников на старте игры есть своя, так сказать, миссия. Миссия называется «Кто успеет раньше пятый левел?» Собственно, кто пораньше выйдет на ганг, да, либо кто пораньше выйдет на краба. То есть, и тут уже подключается миссия всей остальной команды, да, то есть, кто поможет выйти леснику на краба, у кого будет позволять уровень, позволять линия, потому что в зависимости от того, куда идут миньоны, не всегда миссия, например, может сместиться. Оп, подставляется очень сильно трэш, но отпускает, отпускает, отпускает его. Видимо, кстати, что Ариана стоит у нас на нижней линии. И в начале, конечно, трэш с Арианой будут страдать, если по ним будут попадать контролем. Вверху Камила снова умирает. Алиф, Алиф, тоже ты делаешь снова на те же грабли, снова тебя убивает флоп, завоевывает для своей команды. Такое весомое преимущество, ну, скорее всего, для себя, а не для команды, но все-таки преимущество. Только теперь в руках у флопса Фиора, которая, получая свои предметы, становится прекраснейшим дуэлянтом на верхней линии, способной толкать линию вперед. И мало того, что толкать, так еще, собственно, выталкивать из нее всех тех, кто придет с ней в соло. Так, скорее всего, хотят на корабе драться сразу же четверо. Да, из состава Рижижи хотели подраться здесь, но хорошее откид со стороны треша не дает вообще никаких шансов, но доигрывают, доигрывают по Лисину, не оставляя ему вообще ничего. Ну, подставился Лисин, получил цепь, собственно, стал сам, поставил еще в стан врага. Урона хватает с брендом у синей команды, собственно, никаких проблем в заборе Лисина не было, он не танк, ничего у него такого нету. Подставился, получил контроль, собственно, погиб. Здесь ничего такого сложного, конечно, не произошло. Обидная, обидная смерть, очень обидная. Вот. Краба как бы забрали, все получилось, но по итогу, собственно, Лисника ты потеряли. Потеряли Лисника, но не игру. Это самое главное. Сейчас с того Краб Граут надо играть прежде всего аккуратненько, но при этом ловить противников на ошибочках. Я думаю, Лисин догадывается, что на верхней линии в буше стоит вард, и он, может быть, сделает какой-нибудь контрганг или зайдет на ганг именно по кустикам через линию и оформят еще один килл на Камилю. Ну, посмотрим, посмотрим. Гадать, конечно, можно бесконечно, а что будет в итоге. А в итоге мы увидим вот такое небольшое противостояние Ревины и Рейлей, в котором, конечно, они выходят поровну. Антик ловит Лисника. Как же много дамага по изоляции заходит от Казикса, но не решается он дальше продолжать, хотя Камила же могла прыгнуть через стену, он прыгает очень поздно, по ней сразу же доигрывает Флопс. Флопс. Так, ультимейт от Камилы, что будет дальше? Прям на капельки, на капельки уходит и добивает этот, так скажем, синенький жучок Казикс. Хотелось бы услышать диалог игроков в этот момент, потому что Анти не захотел идти вперед, и такой стоит в кустах. Не иди дальше, не иди, я смогу, говорит Флопс, я смогу, я один в три. Сыграла через Флэш, и благодаря Гнайту добивает Лисина. То есть какая-то ситуация получилась не очень хорошая, в какой-то степени, потому что Анти не мог зайти, то есть он боялся. Ой, как хорошо. Так минимум. Вот наказывают оба состава друг друга за малейшую ошибку. Шикимори тут немножечко заигрался, и Казикс может, конечно, камбэкнуть и той ситуации, но делает, оформляет для себя килл Ирелия, пассивка на стакана, и нет, надо было немножечко отойти к репам, пожадничал, а изоляция сработала, как всегда, по часикам. Кажется, Казикс имеет колоссальное преимущество, 3-0, не скажу, что... Нет, скажу, у Лисина все плохо. Все-таки в данный момент у Лисина все плохо, анти... То ли боится, то ли пока что не рискует из-за того, что у него не было флэша, вот сейчас флэш откатится, можно будет немножко поагрессивнее. Все-таки Лисин на старте. Фиора. Фиора поставляется сразу же лоид в контроль, не успевать свою двоечку нажать. Трэш никого не поспел. Как он хорошая, какая хорошая стяжка, но где же был Лисин в этот момент, чтобы продолжить контроль и пнуть? Где же ты был? Но не хватило, не хватило немножко, и тут просто кто сейчас нанесет ошибок больше, пока что оба состава боятся друг друга, боятся продолжать этот файт, но Казикс, Казикс смог застелить этого дракона и дарит такой, вот такое небольшое уверенное преимущество для своей команды в виде щитков. Риггс, конечно, делает красивые вещи, он забрал дракона, но он отдал все-таки серию, что неприятно. Камила, хорошо, кисток в ультиматум пошел, шкимар должен умирать стопроцентно, умирает от Иреля. Вот лет до конца, хорошо, Ариана отомстила, и красная команда еще забирает, и Ривен, Камила тоже пала, ну что же, тут прям так неплохо огрызнулись, краукрауды, пока что начинает разворачиваться, игра в их пользу. Риггс сделал красивое дело, забрал дракона, но все-таки он отдал дополнительное золото за свою смерть, он был 3-0, в данный момент 3-1, собственно, денег уже дополнительно к ней имеет, но они достались врагу, что тоже значит неприятно, и плюс от размин, который был после дракона, заставил краукрауды выйдет по золоту. Так, попытка от лисена заселить этот объект, но прыгнул рано, нет, неабилитировался. Красавчик, анти смог отомстить леснику, но что? То зачем они продолжают этот файл? Стяжка от Арианы и Жук сразу же взрывается. Будут ли продолжать дальше, учитывая то, что подошла Камила? Нет. Но, думаю, если был бы тут здесь Брэн, то ребята разыгрались бы вообще великолепно и отомстили бы за то, что Жук у них немножечко перенаглел, Полина. Правильный лисин, правильная команда, который лезет просто в Герольд Питт, Барон Питт и стиль, что-то это видит. И, возможно, еще и первая кровь в вышке будет, но первую кровь забирает Ирелия, и это будет вторая вышка. Очень много голды сейчас зарабатывает состав Крау-Крауд, учитывая то, сколько ошибочек сейчас допустил у нас состав Рейджи-Джи, и пока что они начинают уверенно набирать преимущество, главное не останавливаться. После развала вышки на верхней линии, Олива так, знаешь, остался с Герольдом один на один, почему-то даже не подумал о том, что Анти, то есть Крау-Крауды могут продолжить поиграть по нему, какой-то, знаешь, у них такой прям, вот они прям поняли друг мысли прочитали, да, то есть, и Олива далеко не уходил, там начал разбираться с Герольдом, но кроводы, собственно, отошли, такие, нет, мы не будем его трогать, у нас, не знаю, перемирие или что у них там происходит. Очень такая интересная ситуация, на месте, ребят, я бы все-таки пошла еще немножко подушила бы Оливку, потому что, ну, один в два, приятно, мне кажется, у него получилось. Я думаю, получилось бы, но пока что мы видим, у Камилы счет 0,2, у нее Тринити, очень хорошо, вкусно покушал у нас Казикс, у него достаточно приличное количество голды набралось, он сразу апнул себе ботинок, купил себе Драктарчик, урона по изоляции будет залетать просто, мама не горюй, ну, а дальше что мы будем видим по билду, у Ривен черная секира, у Сены готова черная секира, здесь ловят Сену, но она через флэш у нас уходит, тратит сразу же две своих обилки, ультимейт тем временем у нее наготове, сел покушала немножечко плодов, возможно, сейчас дадут ей времени еще и отхиляться твоим первым навыкам. Очень красивый скин на Казикса, Death Blossom, к сожалению, по-русски я не вспомню, как он называется. Какой-то призрачный цветок или смертельный цветок, что-то такое, ну, Death Blossom вообще такой смертельный цветок. Ну, он на самом деле смертельный, если, конечно, не будет пытаться сейчас отдаваться и слишком сильно заигрываться, то он вполне может оправдать название своего скина. Тем временем вышки у нас падают, по золоту, так сказать, преимущество тоже растет. Шкинг играет очень красиво, в троих здесь пытается тени, свет тоже помогает. Много кнопок. Больно, но подходит к нему команда, как-то попытаться мстить за него, и там, кстати, кто-то остался, его сейчас тоже съедят. Съели Камилу из последних сил, она пыталась. Размен один в один. Шикимори, конечно, умер не очень хорошо. Не хотелось бы ему терять и... Еще немного поплакаться, Полин, по поводу Ирелии. Вот, вроде бы никаких дофенсовых слотов, таких прям очень сильных у нее не собрано, но при этом, как много она затанчила урона, благодаря барьеру и своему второму навыку. И сейчас, краудам надо очень быстро либо убить кого-либо, либо взорвать этот объект, но тем временем Казикс уже здесь, попытает обездвиживание его на сено, но продолжить пока некому. Флопс пытается, пытается контролировать верхний выход, не пускает. Что же будет дальше? Казикс будет прыгать? Нет, не решились, не решились. Все-таки отпустили. Ну, победителями все-таки выходит в этой ситуации краудам, потому что Угненный Дракон это очень хорошо. Угненный Дракон это прекрасно, на самом деле. И то, что краудам удалось его забрать, даже несмотря на то, что он там, ну, Иролиния была рядом с ними, да, это очень большой плюс, конечно, и как минимум буст к моралочке. Ну и, собственно, из дракона буст к умениям. Так что и так, и так получилось, что крауды все-таки в плюсе. Появляются дополнительные слоты. У нас два чемпиона через Тринити. Форус через вот эти вот дорогие предметы, о которых вы говорили вчера. Так. Ирелия и Фиора. Ловят флопса, но доигрывать под вышку, скорее всего, на него для... для него не повы, потому что там сразу же антик подойдет на Лисине. Самое главное сейчас либо кого-либо убить, что, конечно, предпринимает состав Краукрафт. Попадает Кушка и прям не успел выйти из стазиса и выкрушить с собой у меня Брэнд. Улетает, Сена залетает, дает чит своей команде, продолжается файт, Камила стоит уйду, но рост, очень много жил, не сыграли по нему вовремя, успел он еще какую-какую часть урона нанести, пытались доиграть по Жуку и в итоге просто отпускает и, скорее всего, просто пойдут взрывать Герольда. Очень быстрая, очень темповая драка сейчас пошла, но стоит отметить, что все-таки с фокусом у Рижи были некоторые проблемки, учитывая то, что Ариана на одном проценте жила. Не простите надолго. Разменяли одну Ариану на троих из синей команды. Мужик довольно прыткий, да, он там прыгал, конечно, из последних сил, но тем не менее куча у тиммейтов все-таки продалась. Расстояние, так сказать, не расстояние, я не могу все подобрать никак, слово отрыв по золоту, вот, наверное, так будет правильно становится. Все больше, все больше преимущества в виде объектов. Забирает для себя Крау Краут. В этой игре они чувствуют себя более уверенно, несмотря на то, что, да, у них есть Фиора, который там тоже лайтовый пик, да, у них есть Рос, который тоже реально лайтовый пик, но тем не менее у них есть Ирелли, у них есть Лисин, который вначале вроде бы, да, чего-то боялся, но, собственно, почувствовал свою силу и теперь играет в полную мощь. Также есть у команды Герольт, которую они должны будут сейчас реализовывать, собственно, свое преимущество далее наращивать. Так, что мы видим? Крауды начали ощущать, что у Рижи какие-то неполадочки, ловят прекрасно же в лесу сразу же Камилу. Видимо, стоял он, что-то думал, но немножечко передумал, потратил свой тиммейт, доиграли по нему в итоге. Видел я, что там 2 секунды он буквально стоял, возможно, просто не видели, трэш захукал, и пока Камила стояла по ней, просто колоссальный урон прошел, но не отвлекаемся, не отвлекаемся. Самое главное, что сейчас произошло, это то, что Казикс выключил, так скажем, мейн дамаг у состава Краудкрафта, и теперь они файт 4 на 4 сомнительно должны принимать, они должны это понимать. Фиора должна была сплитить сейчас бот, но она стягивается на центральную линию, хотят все-таки защитить эту вышку, но, видимо, не смогут этого сделать. Взрывается сразу же Сенат, и смотри, как она быстро лопнула, Полин, и Ривен, Ривен пытается доиграть, и, в принципе, были у нее все шансы, но не дали ей разыграться, и тем временем еще умирает и Рейли, но смотри, она почти убила Бренда, и убила бы Казикса, если бы у нее было бы собрано немножечко больше слотов на данный момент. Ну, как говорится, что там лопаться той Сене, да, все-таки, несмотря на то, что у нее есть черные секиры первым предметом, она все такая же звонкая, тонкая и прозрачная, собственно, и Рейли, со своими предметами, со своим уроном, естественно, она будет взрывать такие цели, ну, не то, чтобы прям практически, да, но все-таки очень быстро. А по поводу того, что нашли Камиллу в кустах, у Крау Краут Тамбл Вард на синем бафе, возможно, они даже видели, то есть они подходили уже к верхней вышке, и они видели, что Камилла стала в куст на синем, собственно, не составило труда ее оттуда достать и уничтожить. Появляется тем временем у нас облачный дракон, посмотрим, что припрыгнуто на совокусе, пока что мы видим, что Крау Краут занимает уверенный приоритет, ловят Жука, но Жук сразу же тратит свои крылья, и это должно быть просто гарантированным балансом того, то они заберут его, и должны же они сразу же бежать, они должны проверить, хотя бы Барона, почему Варда нету, и сейчас Риг Джи Джи просто сделают грамотный, качественный размен для себя, и здесь надо ловить, надо драться, но главное не ошибиться, ведь все-таки Рейля на боте, ульт от Сены сразу же по трейм заходит, как много кнопок сейчас, Риг Джи Джи не жалеют, сейчас Даун Алисини получает у нас Сена, очень много голды, в стадисе стоит у нас Ариана, но в итоге она не сможет отойти, и вторым ударом добивает, добивает. Это была прекрасная комбэчечная, которую сейчас провернули Ригс, численным преимуществом задавили на 400 IQ, просто тактики пошли, догадались, поняли, что забирается дракон, и нужно быстро, резко пытаться собрать Барона, буквально 100 хп у него оставалось, подходили крауды, и все у них получилось, и очень хороший впайт, они развернули, собственно, здесь была очень жесткая ошибка, мало того, что они не забрали, так они еще и погибли, собственно, это тот самый факт, что они погибли, после того, как у Ригсов удалось собрать Барон, и это было, конечно, неправильно со стороны. Довольно-таки вообще сомнительное решение было продолжать этот файт, ведь все-таки у вас РЛ на ботсайде была, а насколько мы понимаем, Барон на такой уже минуте дает ощутимый прирост в характеристиках, или GG просто такие, так, проверим, сколько их, 4, ага, ну давайте, на их нападем, развалим им всем, и будем оформлять для себя комбэч, но тем временем все нулуют, так, никыгл сегодня на трэше просто удивляет, ребят, мне кажется, это заслуживает отдельного лайка, поддержим никыгла, хэштег никыгл, хорошие хуки. Ульта от Брэнда просто разметала, очень много урона, но не хватило, конечно же, не хватило, но тем не менее, очень много урона, как кажется, это Брэнд, ну как саппорт, ну саппорт, да, больно, больно и неприятно, Камила здесь пытается, да, есть двоих, прям я вижу, чувствую, прям как хочется ей доесть, анти, анти, конечно же, погибает, из хэштегового ультиматума никто, наверное, не уходит, но тем не менее, флопс мстит, я уже видел, я уже видел, Паленда, спасительный щиток, который летел в сторону Фиоры, чтобы спасти ее от этого, от этих хватких лапка Зиггсона, но ничего не вышло, он почти, там буквально одна миллисекундочка бы, и она, возможно, получила бы этот спасительный щит, успела бы отступить, но пока что мы видим, что Ригжи-Джи полностью реализовать барона не смогли, Т3 стоят, да, они уже две, как минимум, голенькие, потому что они ничего не сделали, что они сделали за последние, за последнюю минуту, погибли на садлиниях, вот все, что они сделали, то есть они не сгруппировались, не пошли отпушиваясь, они просто разделили, собственно, крауду, внизу, например, да, зажали, уничтожили и все, если вы не реализуете барона, ну это грустно, если вы с барон бафом, но, разделяетесь все, кто-то идет фармить лес, кто-то идет в мид, кто-то идет на сайт линию, все-таки барон баф должен объединять, в первую очередь, игроков, но если вы забрали его просто для денег, ну это как бы ваше решение, но обычно для такого барона, конечно же, он забирается, тем более ранее, он забирается для раннего преимущества, если вы его не используете, то как бы, ну, не удивляйтесь, потом не удивляйтесь, но стоит отдать должное составу Краукраут, они прекрасно понимали, что сейчас будет создаваться давление сразу же по трем линиям, они захотели это пресечь, пресекли, потеряли барона в итоге Риг Джи Джи, и тут, скорее всего, не недоигровка со стороны Риг Джи Джи, даже не понимание того, что соперник может выкинуть, они думали, что соперник сейчас будет вести какую-нибудь защитную игру, спрячутся там, будут дефать свои вышки, они в итоге навязали такой довольно-таки неожиданный файт, так еще и протянули время, да Крикс в итоге-то и проиграли, ну да, да, ну, в любом случае, барона сейчас нету, есть старший морской дракон, которого тоже очень хочется взять, хук почти был близко, если бы все-таки подставил. Ловят Шики Мори, очень хорошо поймали Шики Мори, ловят же сразу же стену, идет игра по Ривен, но совершенно забыли про Антика, и здесь Жук его сразу же приходит вместе со своими тиммейтами, начинает его взрывать, подходит Иреля, и здесь пока что Кравды в очень сильном приоритете, хотя, хотя Камилос через флэш... О мой бог, я чувствую этот вкус, квадрокилла будет и Пента. Я чувствую, я чувствую это. Давай, жучок, давай, возможно, давай прям флэш, но... Жадный жук, жадный жук очень хотел Пенту, но Пента не получилась, все-таки крюк трэша, он останавливает горячие головы, любом случае вот эту горячую голову на думе он все-таки остановил тем не менее дэст таймер довольно большие выживших так сказать у риксов больше поэтому ребята начинают делать они и сделают русского старшего дракона трэш помешать им все-таки никак не сможет хотя я даже представляю что думал жук в этот момент кран за ним прыгал у него один процент он смотрит на даршанка ну пожалуйста подари мне это место чтобы я на хайлайтах появился а трэш такой наносили ну что меня добить заходил ну держи тебе короче крюк и я побежал дальше на базу тоже квадрокил на самом деле это очень здорово поэтому конечно да это не пента но респект что делает сена едино второй раз и и уже ловят на пытается на уйти в стадис ну там пять человек 4 4 человека ну мне кажется там процентными нету шансов рис пытается колупать рикс дум дум пытается колупать то есть кого-то там из последних сил хорошо он то пошла от бренда но что-то посыпались посыпались риксы по одному здесь они гуляют будут цену ловят бренда что происходит зачем они выкидывать было так хорошо где-то один казикс нервно трет свои клешни команда что вы делаете что сейчас произошло просто барон стоит команда допустила а команда просто полин допустила грубейшую ошибку они не должны в открытый файт 5 на 5 казиксом вступать они должны кого-то ловить а тут получается поймали их вардов не было и правда немножечко сейчас протянули время хотя все старший дракон вампиризма очень много сейчас плюс еще урон жгучий даже с одним драконом она доставляет просто неописуемое скажем это смотри просто удовольствие и посмотри все ячейки заняты я как перфекционист просто внутри великую все такое красивое цветастая и вот плотными рядами ну вот сейчас как ремонт собрала предмет появилась пустая ячейка теперь я уже негодую но тем не менее двадцатая минута начинается супер-мека гиперлейт то самое чего мы всегда ждем когда одна из команд допускает какую-то ошибку конечно же потом тиммейты скорее всего будет троллить того игрока который тоже подопустил но сейчас есть абсолютно равные шансы у одной второй команды закончится свой пользу смотри отставание по золоту вообще минимально да на стороне риксов есть также дракон но но всякое может быть и смотри вороны большой стайну хук мимо тем не менее хук мимо но пытаясь кого-то ловить пошел тени свет начинается наконец-то не силово то чего мы и ожидаем быть и ну и там листин полетел вообще за карту как же он много живет он вообще не торопился он стоял в этих кустах и анализировал до кого же ему нужно допрыгнуть и в итоге вы цепляет ариану заставляю эти стадис и добивает и остается в живых фиора но мана не позволяет не позволит догнать и и смотри целом даже учитывая то что аж дракон у состава реже джи я считаю то крауды подрались хорошо в этой ситуации держала на себе двоих это это просто потрясающе балансные реле балансные 2 навык который поглощает много урона ну да ладно лига ведь лига ведь и строится что определенных персонажей есть свои преимущества думающие успел съесть вышку мало того что пришел такой равный размер между командами все таки дом развернул его немного в пользу своей команды он съел центральную вышку это неприятно большие крипы тележка не сейчас будут оттягивать конечно внимание краудов по центральной линии у нас впереди ты еще барон да и в итоге смотри мы имеем равные более-менее тимфайты по одному члену состава обеих команд так скажем немножко напрягает эта ситуация потому что сейчас будет бой камила снова 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 и лойта даже ульта как ульта стены не помогает боже мой ой 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 как хорошо ульта бренда залетает подрывает подрывает очень сильно хп у воронов и сейчас я даже не знаю будут ли они принимать активное участие на этом бароне или джи думаю понимают что они должны сейчас бы к цена базу но вот нет у них в этом в этом такой сильной уверенности возможно они думают что они сидят в кустах и ждут и тем временем с базы бегут попыточка по фиоре сыграть неудачно она просто ждала этого момента вышла через стенку и 5 на 4 полин 5 на 4 смогут ли они сейчас сделать все-таки камила поставь как же могут сейчас сильно встрять илексы просто из-за численного преимущества краудов на этой минуте на этой минуте даже со старшим драконом вообще мне кажется очень сложно конечно сейчас козикс покажет нам супер мега майнхед если он сейчас состелит барона конечно же да это заговорочное поражение начинается давай битва в неравных условиях ой я пропустила очень много всего очень 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 много сейчас событий произошло но самое главное что даже барон вот насколько сильно барон гусит характеристики вороны вперед хэштег вороны вперед но смотри ворона база газик живет казикс тянет время ариана конечно бэкнулась она задефает но казикс может может в теории убить эти две персонажи минус один guardian angel казикс ульту же зашел по изоляции ловит прочитал куда пошел листин и сможет сможет ли доиграть но чуточка но чуточка осталось доигрывает 22 против одного смогут смогут ли крауды сохранить этот барон баф даже казиксу сложно уже уйти от фиора все-таки фиора за счет своего первого умения очень мобильная надо гонить себя в любом случае у казикса не так много прыжков всего лишь один и он имеет кулдаун намного более длительный нежели чем первое умение у фиор есть еще барон баф у ребят но вышел к сожалению они забирать не успевают возрождаются кого возвращается синяя команда красная принимает решение отступить вот так вот соло понагнетать может только одна фиора у нее как бы больше всяких умений способности для того чтобы уходить и она неплохой дуэлянт в конце концов один на один ну почему такая напряженная это потрясающе ребята 25 минута 25 минута 90 тысяч ребят мы же поле не надо тратить деньги алина с ней очень не ждал выгодно момента что сыграть это фиории но не рискнул прыгает он в итоге своим этим навыкам через стену но здесь крауды численном недостатке хорошая это театре а не задержала на баканда чтобы не закинул ульту ульта в итоге по одному не к иглу и тоже происходит что же происходит а происходит именно то то состав трудов сейчас да очень сильно очень сильно и неудачно подрались они хорошо продамажили своих соперников но вот то что они оказались втроем это сейчас очень сильно зарешало и смогут ли они за дефать и все-таки полный состав по одному бренду но она задержала игры это ну прям насколько на то что на его держал бронсер но отдал все свои умения поэтому тут такое хорошая стяжка число чисто чисто по нектусу буду часто приводить же потому что они прекрасно понимают что они оформляют победу в этой серии и поздравляем поздравляем дорогие дамы и господа состав риг же жизнь победа в этом противостоянии 2-0 но матч был это мне кажется самый такой эпичный матч вот каждый день нас ждут такие эпичные матчи о эпичные